Всем привет! Сегодня у нас на обзоре смартфончик LEDVX600, он же LEDV1 и он же прямой конкуренции к смартфону Xiaomi Redmi Note 2. Ну, по крайней мере, вышел он на рынок в тот момент, когда как раз появился Xiaomi Redmi Note 2. Есть уже более, скажем, старшие братья этих смартфонов, это Xiaomi Redmi Note 3 и также LEDVX5001S, он же 1S просто. Вот, но они, по сути, отличаются не сильно, то есть только визуально, а начинка у них, по сути, осталась точно такая же. Давайте рассмотрим данный аппарат, потому что он до сих пор будет актуальным, у него довольно-таки неплохая привлекательная цена, ну и, конечно же, отличные характеристики за такие деньги. Внешность. Значит, фронтальная панелька это у нас 5-ти подюймовый IPS OGS дисплей, который приближен с стеклышком и который имеет у нас по бокам черные рамки, которые вот с такими вот обоями особо, честно говоря, не видны, ну и при выключенном дисплее тоже у нас особо рамок не видно. Рамочки у нас есть, они не сильно большие, но порядка 3 мм они, в принципе, здесь присутствуют. И те, кого просто жутко нервируют рамки, то учитывайте такой нюанс. Значит, снизу заходят три сенсорные кнопки, которые у нас подсвечиваются, но на ярком цвету, особенно в белом цвете, в белом корпусе, тут белая подсветка, очень, честно говоря, их плохо видно. То есть, видно только, когда реально освещение мало, освещение плохое, ну и таким образом туда можно их разглядеть. Значит, сверху у нас входит разговорный динамик, датчики приближения освещения и фронтальная камера. Значит, на левой грани у нас находится переключатель режимов, то есть можно переключить быстро смартфон беззвучный режим, кнопка регулировки громкости. На правой грани у нас лоток для двух микро-сим-карт, то есть карту памяти себе поставить, к сожалению, нельзя. И кнопка включения, включения, блокировки, разблокировки. Сверху находится 3,5 мм разрешение подключения наушника, либо же гарнитурки и инфракрасный порт для того, чтобы можно было управлять техникой. Ну, многие почему-то любят этот инфракрасный порт, по крайней мере, так говорят, что могут управлять телевизорами в барах, ресторанах, кафе и так далее. И официанты, и фармены недоумевают, что происходит. Ну, не знаю, не видел ни разу реального применения вот этой вот штуки, но, тем не менее, как бы многие говорят, что это прикольно. Ну, ладно, будем верить. Значит, снизу у нас находится USB-разъем Type-C, то есть это у нас не micro-USB, а Type-C. Находится разговорный динамик, ну и также по одной из сеточек встроен у нас микрофон. Рамочка у нас, окантовка у нас полностью металлическая, она у нас алюминиевая, ну и, в принципе, неплохо гармонирует с белым цветом. Хотя смартфон есть также в расцветке у нас серого цвета. Сзади у нас крышечка, скажем, из такого глянцевого-глянцевого пластика, то есть, ну, это не стекло. И глянцевый пластик имеет такое неплохое, в смысле, неплохое, плохое свойство со временем царапаться. И поэтому, я думаю, что не зря производитель положил в комплект уже вот такой вот бампер, конкретно бампер для этого смартфончика с надписью LeTV. И, в общем, они подозревали о том, что так будет и решили, что вот, нате вам, только нас потом за это не песочите. Значит, здесь у нас заходит заполнительный микрофон, основная камера, также взводная светодная вспышка с диодами разной световой температуры. Ну и также у нас логотип разработчика. Больше у нас, в принципе, ничего нет. Значит, по удобству использования, то могу сказать, что смартфон довольно-таки удобный благодаря изгибу задней крышки. То есть, в руке он лежит хорошо, довольно комфортно цепляется у нас за пальцы и серьезный проблем с эргономикой, с какими-то там дискомфортами, неудобствами нет. Грани, скажу, что здесь закругленные спереди и сзади, но как закругленные, скошенные. И поэтому сильного, какого-то там болевого, там неприятного ощущения того, что грани врезаются в ладонь, то, в принципе, у меня не было. Давайте перейдем к рассмотрению уже внутренностей. Дисплейчик. Дисплейчик у нас 5,5 дюймов, FPS, OGS. И я могу сказать, что дисплейчик очень-очень даже-таки мне понравился. То есть, дисплей сделан качественно, придет отличные цвета и имеет неплохие запасы яркости. Давайте вот посмотрим. Сейчас у нас стоит максимальная яркость. Ну, давайте сейчас спустим ее на минимальную. То есть, минимальная яркость у нас практически вообще ничего не видно. То есть, будет комфортно работать фактически в любых условиях. Единственное, конечно, что вот, ну, замечание опять-таки всем производителям, которые прячут свои рамки. То есть, ну, из коробки я заметил, что все стандартно производители, у смартфонов, в которых есть вот такие вот черные рамки, ставят черные обои. Да, вы как бы пытаетесь это скрыть, но все равно человек в любом случае рано или поздно это заметит. Даже если он думает, что здесь у нас рамки тоненькие. Но они, в принципе, присутствуют и в глаза, ну, я бы сказал бы, что такие бросаются. Давайте посмотрим, что же у нас по техническим характеристикам нашего аппарата. И это нам расскажет более детально наш любимый Antutu тест. Смартфончик я уже прошивал с той прошивкой, которая бы мне приехала из Китая. То он выдавал значительно более скромные результаты. Порядка 47 с копейками тысяч баллов. С новой прошивкой он выбивает 54 585 баллов. То есть, по сути, почти 154 с половиной тысячи баллов. То есть, это очень даже-таки отличный результат. И на сегодняшний день, даже с новыми смартфонами, более новыми смартфонами, то аппарат может вполне-таки тягаться и, соответственно, давать даже некоторым фору. По информации устройства, это у нас X600, Android 5.0.2, 32-битный процессор у нас Helio X10, он уже Mediatek MT6795, ну и графика 620 PowerVR. Камера с 13 Мп, памяти у нас здесь 3 ГБ, оперативной памяти у нас здесь 3 ГБ. Это, значит, встроено у нас здесь 16. То есть, из 16 пользователей изначально будет доступно всего лишь 11 с копейками ГБ. Ну и, в принципе, это не сильно много. Но для, скажем, большинства средних статистических пользователей, то этой цифры вполне-таки будет достаточно. Процессор у нас 8 ядер. Частота его 2 ГГц, то есть, это у нас не турбированный процессор, то есть, не разогнанный. То есть, есть у нас T2,2 ГГц, это у нас 2 ГГц. Значит, по дисплею 440 DPI, он тут и говорит, кому интересно, можете перечитать. И фронталочка у нас 5 Мп. И разрешение видео основной камеры 4К. И она таки снимает в 4К, чего, скажем так, у прямого конкурента Xiaomi Redmi Note 2, к сожалению, нет. И даже у третьего 4К съемки нету, хотя камеры у них фактически, я бы сказал, что идентичные. Значит, давайте посмотрим, что у нас есть по датчикам, которые у нас присутствуют в данном гаджете. Это нам поможет посмотреть программочка CPU-Z. И что мы здесь имеем? Мы здесь имеем акселерометр, датчик приближения освещения, имеем гироскоп, переменец сенсора инвентации, магнитный сенсор, имеем сенсор векторного вращения, гравити сенсор, ну или линейного ускорения. То есть датчиков здесь, в принципе, вполне таки достаточно для того, чтобы работать фактически в любых условиях, с любыми приложениями, и чтобы на все это было достаточно корректно. Значит, давайте расскажу вам по производительности. Производительность мы обычно размеряем чем? Самыми тяжелыми программами, они же у нас 3D-игры. И скажу, что с играми все равно справляется отлично. То есть какого-то серьезного троттлинга туда же после часа игры я не наблюдал. Смартфон неплохо нагревается, но при этом всем, то каких-то подтормаживаний, лагов особых я, честно говоря, не замечал. То есть в этом плане то смартфон и работает отлично. Тестил я GTA и тестил я на Real Racing и около часа там и там. Так что смартфон показался довольно-таки неплохо. Единственное, конечно, что по автономности, но о нем поговорим немножко, значит, побоже. Значит, по разговорной подсистеме, то разговорный динамик, микрофон один, микрофон второй. Здесь у смартфона все в порядке, то есть претензий абсолютно у меня никаких к этому аппаратику нет. То есть все слышно хорошо и меня слышат хорошо. По звуку, звуку самого динамика, то я не могу сказать, что это там самый громкий динамик, который опять-таки я слышал. Но качество его звучания меня, в принципе, вполне устраивает и я бы сильно, в принципе, к нему бы не придирался. Давайте сейчас попробуем хотя бы что-то включить. Звуки уведомления, не то. Sounds. То есть качество звучания динамика, я могу сказать, что вполне-таки на достойном уровне. И громкость, и то, что я слышал, очень даже-таки приятно моему уху. И я бы сказал бы, что пятерочку можно ему спокойно-таки ставить. И проблеме, думаю, что у большинства людей, которые купят этот аппарат, у него 100% что-то не возникнет. Значит, по звуку в наушниках ситуация аналогична на хорошем уровне. То есть в этом плане, ну вообще я заметил, что Литиви довольно-таки неплохо. Они работают над конкретно вот этой вот частью аппарата. И в этом плане как бы у смартфона тоже у нас все окей. Значит, камеры. Две штуки. 13,5 мегапикселей. Камеры, то интерфейсы у нас несколько переработаны. В принципе, литивишные. Снимает камера у нас также slow motion. Снимает на камеру у нас 4К. Но что я могу сказать по камере? Значит, по тому, как она фотографирует. Ну, честно говоря, я ожидал лучшего. То есть камере, вот этой камере, то есть 5 баллов я поставил бы максимум четверку. Ну, скорее всего, это бы с натяжкой. Ну, потому что детализация немножко хромает. Даже, ну, это был не солнечный день, когда я делал тесты фотографий. Это было немножко пасмурно. Но это было днем. То есть днем обычно освещения более чем достаточно. Значит, это лучшая картина у камеры выглядит при фотографировании, скажем, объекта вблизи. То есть где-то там про очень хорошем освещении. То есть фотографии получаются уже, конечно же, получше. Значит, по съемке видео 4К и Full HD тестовые записи мы делали. В 4К, как она снимает, мне понравилось. То есть за звуком претензий абсолютно никаких нет. Но когда мы спускаем на Full HD, то качество уже существенно сильно отличается. Если запустить сразу два ролика 4К, а после него сразу Full HD разницу по качеству, конечно, будет заметно довольно-таки сильно. По фронтальной камере, то претензий у меня фактически к камере нет. Потому что, ну, это фронтальная камера. То есть она хорошо передает звук, она хорошо... Звук... Микрофон передает звук. Она хорошо передает изображение. И то, что я вижу, ну, откровенно сказать, то мне, в принципе, нравится. И свою функцию все равно она выполняет. Можно, в принципе, делать селфи, можно снимать даже на нее видео, если, конечно, это нужно. Ну, не знаю, много ли часто кто-то снимает на селфи камеру. Видео в основном делают фотографии. Ну, и с общением по скайпу, то она справляется тоже, я бы сказал бы, что без каких-либо проблем. Батареечка. Батареечка у нас 3000 мА в этом аппаратике. Ну, и батареечка, честно скажу, что... Ну, у меня есть вопросы под нагрузкой. То есть под нагрузкой при просмотре фильма в онлайне за один час через Wi-Fi, то батарейка у нас проседает на 20, фактически 5%. То есть около 4 часов до просмотра фильма в онлайне вы, в принципе, можете рассчитывать около 4. Но это несколько многовато. То есть я не могу, честно говоря, понять, в чем проблема. То есть либо это проблема в программного характера, что слишком много кушает, либо если это на самом деле, как бы, ну, скорее всего, программного характера, потому что аппарат, я думаю, здесь, в принципе, ни при чем. Значит, в играх батарейка проседает у нас несколько больше, фактически на 30%. То есть около 3 часов той игры вам, в принципе, обеспечена в серьезную 3D-игрушку. Ну а так, по повседневным задачам, то смартфончик, в принципе, у вас должен доживать до вечера, я думаю, что без проблем. Ну, опять-таки, это с учетом того, что у вас будут разговоры, с учетом того, что вы посмотрите там пару видео на YouTube, ну и так далее. Ну и так, скажем, чисто подводя оценку, то я мог бы сказать, батарейки поставить, ну, тут, скажем, 3 с плюсом. Ну, то есть, ну, даже четверочку, наверное, что я не поставлю, потому что конкуренты этого аппарата, то они вот такой же, по сути, батарейки работают несколько дольше, и с таким железом несколько лучше. Поэтому я больше допускаю, что все-таки это программная оптимизация, которую нужно подправить, и тогда результаты у нас должны были бы быть значительно поинтереснее. Вот, значит, что касается GPS по системе этого аппарата, проблем с этим тоже абсолютно-таки нет. Ну, не знаю, есть и смысл вообще об этом говорить, потому что фактически сейчас, за последние, наверное, полгода-год, мне не попадался аппарат, у которого были с этим проблемы. То есть, с этим планом все хорошо. Особенность этого смартфона – это оболочка, оболочка EUI-Rodding, как это называется. Сейчас здесь версия 5.1, по-моему, или 5.5, 5.5, точно, да, 5.5. Ну, и она несколько имеет, скажем, совсем переработанные вещи, то есть, нестандартные. Поначалу, когда я начал пользоваться литивишками, то я немножко был в растерянности, в потерянности, потому что не мог найти, где же найти настройки, как что-то попасть. Ну, в настройки мы попадаем очень просто. То есть, есть у нас кнопка обычная, это кнопка последних приложений. Здесь у нас появляются индикаторы, то есть переключатели, там Wi-Fi и так далее. Ну, и здесь у нас доступ к быстрым приложениям, в том числе и, в принципе, в настройки. То есть, вот у нас последние приложения, переключатели, ну, и также часто нужные, нужные, важные приложения, которые находятся внизу. То есть, если вы возьмете, вот так вот сделаете, здесь у вас будет только всего лишь уведомление, но никаких индикаторов у вас не будет. То есть, есть вот настройки, панель уведомлений, но индикаторы, переключатели, то у вас находятся по кнопке последних приложений. Вот так вот. То есть, ну, а все остальное, в принципе, могу сказать, что оно, оно, в принципе, более-менее стандартное. То есть, у нас чего-то такого тут, скажем, сверхвыдающегося в принципе нету. Настройки, в принципе, как и у всех, только, возможно, несколько переставлены местами, ну и особо каких-то серьезных крутых фишек, в принципе, я не нашел. Значит, подведу итог по аппарату PolyTV X600, то есть, в районе 130 долларов сейчас его цена. Есть ли смысл его сейчас покупать? Да, могу сказать, что есть смысл его сейчас покупать, особенно на фоне того, что Xiaomi 1.2 подрос в цене. То есть, он был, вроде, 120-125 долларов, сейчас он уже 130 и даже больше, я смотрел. То есть, он уже стал подороже, поэтому этот аппарат является хорошим конкурентом Redmi Note 2, ну и в частности, по качеству исполнения, по корпусу, я могу сказать, что он действительно лучше. Единственный, конечно, его недостаток в том, что вы не можете расширить память, в том, что вы не можете снять батарейку и так далее. Но это все, скажем, спорные моменты, которые для кого-то являются проблемами, для кого-то, в принципе, не являются. То есть, общую оценку аппарата, который я бы поставил, ну, конечно же, максималку не могу ему поставить, но в его ценовой категории я поставлю ему четверочку. У него есть свои плюсы, свои минусы, которые я сказал в обзоре, ну, а вы, конечно же, делаете для себя конкретный вывод, подходит ли вам этот аппарат и готовы мириться с его недостатками и готовы ли вы его все плюсы поставить выше того, что у него есть по минусам. Ссылочка, где можно его купить, где я, по крайней мере, его купил, то я положу под видео. Если кому интересно, заходите, смотрите, ну, и можете, в принципе, даже и приобретать. А если у вас будет проблемка с прошивкой, то видео на канале «Как его прошить» у меня, в принципе, тоже как бы присутствует. На этом я с вами прощаю. Всем большое спасибо за внимание. Пишите свои комментарии, ставьте позитивные оценки, подписывайтесь на канал, на первый, на второй канал. Ну, и, в общем, вы все знаете. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok